То, что происходило на главной ёлке на поле между пятым и восьмым микрорайонами в минувшую субботу, можно назвать одним словом – трэш. Балаковцы, купившись на обещание, в выходной вечер отправились на праздничные гуляньи. Были обещаны фотозоны, открытие городского катка, море сюрпризов, подарков, Дед Мороз на тройке лошадей и, главное, хорошее настроение. Но организаторы, видимо, оказались не готовы к нашествию зрителей. Весь праздник прошёл не на сцене. Коллективы, исполняющие русские народные песни, выступали прямо в толпе зрителей. Из-за этого их не было видно. Дети сидели на шеях у родителей, чтобы хоть краем глаза увидеть праздник. Кто-то протолкнул малышей вперёд. В общем-то, зря. Потому что ведущая несколько раз объявляла – родители такого-то ребёнка, он потерялся, стоит возле сцены. Звук был ужасен. Колонки хрипели и съедали слова. И бедные ведущие не могли понять, в какой микрофон говорить, чтобы их слышали. «Заходи, народ, сюда и давай знакомиться! Пусть на долгие года этот день запомнится!» А когда зрителям предложили повернуться и пройти к ёлке для хоровода, началась полная неразбериха. Никакой обещанной тройки лошадей с Дедом Морозом не было. Сказочный волшебник приехал на пазики. И, по мнению балаковцев, одет он был весьма странно. Кафтан был больше похож на исподнее одеяние. И сегодня на планёрке в администрации журналисты поинтересовались, что это вообще было. Я по поводу нашествия Деда Мороза. В интернете очень много негативных отзывов, по данным комментариям. Это раз. Во-вторых, бог с ней стройкой лошадей, которые обещали. Была одна лошадка, катала детей. Пусть это было платно. 150 рублей, там, парагозик, это всё понятно. Скажите, пожалуйста, почему у нас ростовые куклы были платные, чтобы сфотографироваться с ними? Это как вообще? Нормально? Ростовые куклы были бесплатные, и никто не брал. Был зафиксирован один случай, тогда, когда молодой человек, это медведь, сфотографировался, и ему сразу же сунули 100 рублей. Но, сами понимаете, ростовые куклы, руки в рукавицах, на голове аксессуар, соответственно, он сразу же среагировал. Почему артисты наступали под сценой? Эти не было очков? Он не видно. Формат мероприятий предполагал народные гуляния и хоровод возле ёлки. То, что дети не было видно, это нормально? Ну, видно было. Видно дети было, и маленькие, и не видно. На сцене подготовился фаер-шоу. На следующий год мы учтём замечания, которые мы также заметили во время проведения этого мероприятия. У нас в Балаковском районе ни у кого нет тройки, и карета, хорошая карета, летняя и зимняя, вот летняя стоит, как машина. Мы себе такого позволить не можем. То есть у нас нет такой кареты. Коль мы детям изначально людям пообещали, нам этой зимой всё равно эту карету показать, тройку показать, как ходить. А так это для города привезти одну лошадку, ну, себе, да, это, наверное, и было. Ещё убедили практически. Две лошадки было. Ну, самим смешно. Самим смешно, но это не, на самом деле, неправильно. На самом деле, Владимир Владимирович, нареканий очень много по поводу проведения этого мероприятия. Поэтому я прошу учесть, сделать работу над ошибками, серьёзную работу над ошибками, и подготовиться к рождественским праздникам на самом высоком уровне.